Документ в каждой программе называется патч. Он состоит из отдельных элементов, которые соединяются. Все, что здесь может быть создано, называется объектом. Для того, чтобы создать объект, вам нужно нажать вот эту кнопку. Можно воспользоваться линией и создать его отсюда. Возьми вот это. И тут как раз тоже такой момент, что для того, чтобы его создать, нам нужно еще знать эти названия. Тут, конечно, всегда вот этот момент для начала работы, он достаточно такой рационный. Тут для начала работы поможет help, в котором есть просто список объектов, которые устроены и собственно список объектов, которые мы добавляли. И сейчас еще покажу еще один момент, сразу связанный с этим. Начнем вот с чего. Давайте создадим объект, который просто демондируется. В данном случае это осциллятор. Собственно, осциллятор это устройство, которое генерирует задную полную волну с определенной частотой. Конкретно вот этот осциллятор, он эмилирует звук с формой волны или синусоид. Это, скажем так, звук без тембра. Это то, что является составляющей частью любого сложного данного. Вот мы сделали такую коробочку, написали туда вот это название, которое мы знаем. Нажали по простому пространству и получили вот такой эффект. Очень хорошо. Значит, у кого-то был звук, а у меня сейчас вопрос. Всего потому, что этот объект просто существует, он включил его на ключок. Для того, чтобы это зазвучало, нам нужно сделать так, чтобы то, что в нем происходит, выходило из этой колонки. У нас есть объект, который называется вот так. Сейчас узнаете, как называется. TAC от английского человеческого аналога Convert. Собственно, то, что преобразуется цифру в численность. Опять ничего не происходит. То есть, для того, чтобы это зазвучало... Замечательно. Для того, чтобы это зазвучало, нужно их соединить. У меня до сих пор ничего не происходит, потому что частота у этого стиллятора у меня не задуманная. У меня для этого нужно еще сделать что-то. То есть, самый простой вариант, который я могу сделать, это дабы кликом отредактировать название и добавить сюда какое-то число. Смотрите, да, соединение происходит в следующем вопросе. Вы составите объект, пишите название, у него есть входных план. Смотрите, очень частый момент, который происходит, это путаница вот этих двух вещей. То есть, вы можете создать вот эту шоковину, которая не является объектом. То есть, очень часто делают просто. Очень часто делают вот так. И это не соединяет. Но вот это... Нет. Да, полно один уже. Нет. Да, опять не проходит, но это достаточно частный ситуация, когда вот так происходит. Да, потому что то, что вынесут здесь, это не объект всегда. То, что называется сообщение. Эти штуки вместе соединяются. В остальных случаях у вас должна быть возможность, если вы полностью постареваете, то, что вы сможете обновиться. Получилось? Почему-то крыла комната не нужна. А, попробуйте. Вот здесь у нас есть комната. А, попробуйте, вот здесь у нас есть комната. А, попробуйте посмотреть на этот звук. Да, у нас есть объект для утилизации, собственно, вот. Он находится здесь. Собираю такой объект и соединяю его с... Как только я кручу звук, мне по-моему, звук еще появится. Возможно, запомнили. Если... Угу. Так. Отлично. Концерт сеносой. Все, да. Концерт сеносой. Концерт сеносой. У нас каждая для прозидения, для камерного квартета и сеносой. Как это дело? Прекера на донорожении, скажу. Так. Хорошо. Кто повторяет, это все получилось, правильно? Создаете объект, да, обратите внимание, должно быть... входы этих ледов в этом количестве этих циклов, а вот эти темные закрашенные, и... Лёва. Сейчас. Думаю, вот тут. Держи, Лёва. Что здесь? Так. Давайте попробуем... Да. Это что происходит? Не, ладно. Что-то запросили. Ой. Сейчас. Сейчас. Собственно, мы с вами сделали, да, и получили хоть какой-то свой производитель программы. В общем-то, уже что-то. Давайте повторим тот пример, который я показывал, да, с термой волосы. Что нам для этого нужно? Нам нужно каким-то образом получить координаты мышки на экране. У нас есть такой вопрос. Мы просто знаем о том, что у нас есть такой объект. Он находится... Давайте покажу вверх, и заодно расскажу чуть больше про него. Если нажать правой кнопкой мышки по экрану, то здесь появится минус со списком всех объектов. То есть вам не обязательно знать название, но если вы по названию объекта сможете догадаться, что он делает, то в каких-то случаях это вполне возможно, да, вы можете пользоваться именно вот этим рядом, т.е. правой кнопкой мышки и способом выбрать объект. Ну вот по лодике, да, т.е. фронт-мышка это часть, которая присутствует в системе, да, и вот, соответственно, у нас вот этот объект, который так называется. Жмем сюда, и у нас появляется объект, который должен отправлять регионатные мыши. Но опять ничего не происходит, потому что нет никаких изменений, и ничего не происходит, пока мы не добавим еще одного. Теперь еще одна важная вещь, которая интересна, ну, которую надо даже обязательно в процессе изучения. Если мы нажмем правой кнопкой объект, у нас появится вот такое меню, и если мы нажмем на кнопку, у нас откроется вот этот. Здесь, собственно, рассказ о том, что делает объект, и здесь даже есть готовый пример. Можно нажать на кнопку, да, и здесь уже все работает. Самое удовольствие здесь это то, что фронт-мышка фронт-мышка Ftd, это уже, ну, это не самое начало было, но это очень давно изучено. Все help, все, собственно, подсказки, описания того, что вы делаете каждый из агентов, они являются такими же патчами, как то, что вы редактируете, то есть вы крайне приветствуется, что вы берете кусок отсюда и, собственно, используете его в своем патче. Для того, чтобы этот кусок использовать, нужно рассказать еще одну вещь. Смотрите, в этом патче, который мы редактировали, есть дополнительные инструменты, здесь ее почему-то нет. И здесь мы можем нажимать на кнопку, что-то происходит. Патчи у нас живут в двух режимах, да, у нас есть режим редактирования, когда мы в нем что-то создаем, и режим не редактирования, когда патч нельзя изменить, но можно воспользоваться различными элементами интерфейса, да, или что-то с этим делать. В данном случае я могу нажать на кнопку, когда его соответственно выключить, да, он перестает работать. Для того, чтобы не скопировать вот эту часть в мой патч, да, мне придется воспользоваться, собственно, вот этим режимом редактирования, да, обратительно, что с ним не зайдет, да, то есть теперь у нас появится опять вот этот пульвар, и можно теперь выделить эти объекты, да, скопировать все, что нам нужно. Нам понадобится вот эта часть, все остальное нам не нужно, потому что нам достаточно просто положение выше на экране. Копируем все, как обычно в любой программе, и мы получаем вот эту часть патча из храпа, получаем ее под нашим патчем. Тут сразу некоторое количество объектов, которые уже готовы, которые уже соединены, и вот этот кусок, он работает так же, как здесь. Для того, чтобы он заработал, нам нужно его включить, да, он выходит из режима редактирования. Нажимаем эту кнопку, и вот у нас эта часть патча, да, он будет на ней, я не буду на ней. Движние объекты, которые я просто подсовывал, я теперь буду выгореть, да, то есть у меня достаточно период. Если есть вопросы, можете задать вопросы, или пока собирайте. Смотрите, на самом деле у нас уже... Не случилось делать лайки. Ура! Рамку. Обратите внимание на вот эту штуку ещё. Раз уж у нас лайк получился, можно воспользоваться вот этим. Зайдите в «Help». Это как называется? Это как называется. Совсем по-другому ещё не могу сказать. Да, потому что, собственно, это не базовые части. И более того, минимальный набор ГЭК-ФПД очень большой. И, собственно, автор ГЭК-ФПД как раз задумывается. Это как минимальная среда. У них есть минимальные вещи, из которых можно собрать всё что угодно. Но это не всегда будет. Так, ну, все получилось, да? Держимся хорошо, да? Смотрите, у нас, на самом деле, почти всё готово к администрации. Конечно, нам нужно только разобраться с вот этими вещами, как они должны быть правильно соединены между собой, и вообще, что такое здесь, на самом деле, происходит. То есть, вроде включаем кнопку, вроде какие-то числа меняются, вроде всё хорошо, но можно разобраться, что это или что с этим сделать, чтобы у нас получился здесь уже какой-то терминус. Но, тем не менее, у нас уже есть часть, которая может издавать звук. Я её сейчас не соединю, потому что соединён ещё. И у нас есть часть, которая может её управлять, да? То есть, у нас уже есть возможность получить какие-то числа. Я уже несколько раз запускал эту кнопку, находясь в режиме детактирования. У нас есть возможность действовать переключения, когда я нажимаю патч, который сейчас в режиме детактирования, если я нажимаю эту кнопку, то он становится заблокированным на время, да? Я теперь могу нажать на это кнопку, а потом отпустить в полную кнопку, и, соответственно, меня опять патч в режиме детактирования. Смотрите, давайте в Маусу будет важен. Это вот ролик, теперь на рабочем. А, вот то, что ты сейчас я расскажу про эту кнопку. Да, я проявшую кнопку. Мы на самом деле поступили достаточно хорошо, и мы что сделаем? Мы открыли в Телп, взяли ледопровую часть, которая здесь работает, да? Вот эти два числа нам как раз нужно, или цветком скопировать. Что делают вот эти штуки, вот это и вот эти две, мы пока до конца не знаем. Для этого проекта, в общем. Но, тем не менее, оно уже работает, что хорошо. Теперь давайте я немножко расскажу, что здесь есть и как это строим. В принципе, то, что вы, я надеюсь, сейчас успеете рассказать, это тот минимум, с которого вы можете начать состоятельное освоение. То есть, в этом месте помещается 40 минут рассказа. И, используя это, вы можете состоятельно осваивать то, что здесь нет. Значит, у нас, в первой маусе, есть два вида соединений и того, что вот эти объекты между собой предоставляют. Уже, наверное, обратили внимание, что вот у каких-то объектов обе выхода не было так, а у каких-то объектов есть такие более темные. Значит, в этом случае они передаются то, что называется сообщение, а в этом случае они передают собственный звук. Со звуком, как ни странно, все понятно, да, как у нас видны вот эти объекты. У нас звук передается от этого объекта сюда. То есть, в данном случае, от осциллятора к колонке. Тогда, если я соединил осциллятор с индикатором вот этим, то я увидев, соответственно, эту форму обе. Вот, все, что есть. Сообщение теперь чуть-чуть посложнее. Значит, у нас есть объект какой-нибудь. У нас есть другой объект. Так, он автоматик соединил. Ну, если бы мы их создали еще по-любому, то пришлось бы соединить. Как работает вот это соединение? Вот, когда у нас два таких объекта, которые сообщают, ну, которые, скажем так, общаются между собой по помощи сообщений, то, в отличие от звуковных объектов, вот сейчас, в данный момент времени, между ними не происходит ничего. То есть, никаких сигналов информации, ничего не имеется. Как только я выиграю из режима редактирования и поменяю вот это значение, оно пройдет по проводу и, соответственно, пройдет сюда. Понятно? Смотрите, если я отсоединю вот этот провод, да? Ну, сейчас понятно, да? То есть, они как бы не зависят друг от друга, да? Здесь одно число, здесь друг от друга. Если я соединю этот провод обратно, то ничего не произойдет, да? До тех пор, пока вот это число не поменяется, и, соответственно, сообщение с этим числом. Мне кажется, есть. Угу. Смотрите, нам внимание вот этого процесса нужно для того, чтобы собрать вот тут что-то. То есть, точнее, у нас уже собрано, но для того, чтобы до конца собрать вот этот термин с мышкой, нам нужно понять, что здесь происходит. Проходит здесь мышка. Значит, у нас есть вот такой объект, но он находится в записи. Такой выключатель, да? То есть, если я выведу изображение электрактирования, я могу его выключить и выключить, да? Вот здесь все понятно. Если я их соединю, то, соответственно, тот объект, в котором придет сообщение от этого, он будет работать не с ним. Так, ладно, пока не включается. Для чего это здесь? Здесь у нас есть вот этот объект, который сообщает, собственно, на положение на экране. Как только книга приходит от выключателя сообщение, он включается и работает, если он получается. Другое сообщение, но он включается и не работает. С этим все понятно. Вот это я сейчас вообще уберу немного рассказывать. А дальше, пара вещей вот этих, которые придется посмотреть, собственно. Самое главное, что здесь нужно, это вот этот объект, который из всего-всего, что этот объект на самом деле не дает, оставляет нам только то, что нам нужно. У нас есть вот такой объект, вот здесь. Его можно поставить сюда, присоединить. Вот так. Давайте сделаем другой объект. Создадим объект, который называется объект. Будет все, что к нему приходит на вход, он будет печатан вот здесь. Слово. Как только я двигаю мышкой, мне появляется сообщение. Как только я нажимаю кнопку, появляется сообщение о том, что какая-то кнопка нажата. Если я нажму правую кнопку, да, то будет другое сообщение. Если я, ну, с этим скролл был, да, теперь другое сообщение. Все, что мы сейчас видим вот здесь, это то, что приходит отсюда, вот сюда. Из этого всего мне нужно только получить сообщение, которое начинается вот с этого слова. Для этого есть вот такой объект, в котором можно указать одно из этих слов, в первых. И, соответственно, он будет только сообщение, которое начинает с этого выдавать через запросы сообщения. Что у нас здесь и происходит, да, то есть... Субтитры создавал DimaTorzok